Вы знаете, слышу о сегодняшнем Слово Божие, которое Бог сегодня говорит через Басик. И мне бы хотелось уже не проповедовать, а просто молиться и говорить Иисусу, Иисус, нам хочется видеть Тебя. Так трудно без Тебя, когда Тебя не видно. Так тяжело жить, когда не слышно голоса Твоего. Дорогие братья и сестры, вы знаете, я сегодня с Божьей помощью, я не думал и не имел такого даже плана, что я буду сегодня или вообще в Филадельфии в этой поездке. Я думал, что я просто красненько заехал на краткое время в Нью-Йорк и обратно возвращаюсь домой. Но вы знаете, вспоминая нашу поездку по Америке, мы ехали из Средины Америки. И вспоминайте служение, сегодня смотрю на вас, где были служения по пять, по шесть часов. И там невозможно было остановить его. Я бы хотел, чтобы это служение наполнил Дух Святой. А Иисус здесь, за Ним задержку нет. Если нам хочется видеть Иисуса, Он здесь. Аминь. Аблач. Он из Альфа и Омега. Начало и конец, первые и последние. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Ищи, а потепусь. Реки, воды, живой. Аминь. Не ручейки, не капельки реки. Практически, сегодня многие задают вопрос. И сегодня многие говорят, ну почему в нас нет? Почему в нас такое состояние? Я напомню два места Священного Писания, и мы немножко порассуждаем. Луки, 14 глава, я зачитаю 30 стиха. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им. Это слова Христа. «Если кто приходит ко мне и не вознавидит Отца своего...» О, что ты уже Васи проповедуешь? Нет, это Христос говорит, не Васи. «И матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер...» Тот не может быть... И при том, и самой жизни своей... Вот это внимательно будет. И при том, и самой жизни своей... Тот не может быть моим учеником. «И кто не несет Христа своего и идет за Мною, не может быть моим учеником». Вы можете подумать, что для вас это непонятно. Для меня тоже было не всегда и не полностью понятны это место Священное Писание, почему Христос сказал здесь так. С Божьей помощью я постараюсь, сколько я смогу в это время вложить, передать вам значение этих стихов. Второе место я зачитаю Коринфянам, 3 глава. То есть 2 глава, 14 стихи ниже. Второе послание Коринфяна. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте». Немножко ниже, может быть, я еще смогу прочитать, буду читать. Если нет, не доставит времени, чтобы Бог продолжить Духом Святым. Я остановлюсь на этом 14 стихе. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Много сегодня церквей, много сегодня служений, много сегодня проповедей, много сегодня молитв, много сегодня псалмов о Христе, но мало сегодня есть проповедей, молитв и псалмов, которые поются во Христе. И заметьте, не о Христе, а во Христе. Я могу говорить о Христе, но не быть во Христе. Я могу петь о Христе, но не иметь общения с Ним и не быть во Христе. Как важно быть во Христе. Как важно быть в Нем, и я в Нем, и Он во мне. Это сегодня очень нужно, это сегодня крайне необходимо быть во Христе. Когда мы во Христе, мы проповедуем во Христе, мы поем во Христе нас утреное торжество, ликование, победа, радость. Но когда мы не во Христе, мы говорим о Христе. Это религия. Это религия. И сегодня много религиозных церквей, много, много сегодня религий, много сегодня динаминаций. Но Господь сейчас говорит, чтобы нам дал право, нам дано тебе и мне право торжествовать во Христе. И дальше он говорит, и Блауханя познание о себе распространяет нами во всяком месте. Блауханя познание о себе распространяет нами тобой во всяком месте. Это не то, что я буду мать титул звания бакалавр или доктор богословия, я религиозный человек. Нет, в этих Бог не нуждается. Христос не был бакалавром, Христос не был доктор богословских наук, но Христос был Сын, и Он умил ноги ученикам. Блауханя показал пример помоления. А сегодняшние бакалавры, они почетные титулы, но там нет помазания, нет силы, они говорят во всех. И я помню, что Господь сказал, что я нуждаюсь в тех, которые доверчивы Смирону, как передо мной брат говорил Иван, Смиронным сердцем, кротким и Смиронным сердцем. Эти я могу брать в удел и действовать. И вы знаете, когда Господь сказал, знание, то, что ты будешь знать Библию от битья до откровения, ты будешь знать всю историю христианства, но это тебя не спасет, ты попадешь в заблуждение. И если ты будешь только духовный, но не будешь знать Слово Божие, ты тоже попадешь в заблуждение. Не может быть знания Слова Божьего без помазания Духа Сидого и помазания без знания Слова Божьего. Он обе здоровы не может. И если я знаю, а не имею помазания, я религиозный человек. И не больше. И Бог сказал, мне нужны те, которые имеют это помазание и знания Слова Божьего. Ведь Сын Божий дал этот пример. Он знал, но имел это помазание Отца Своего, оно было на Нем. Он днем учил, а ночью шел черпать. Черпать, чтобы дать народу, чтобы народ получил благодать, благословение. И говорит, это познание о себе, он распространяет нами. Ну как? Как он нами будет распространять его? О том, что я сегодня буду говорить проповедь этим? О нет. Это еще не все. Блаухание, познание о себе распространять будет мною, тобою тогда, когда я буду во Христе, и Христос во мне, я в нем. Павел только идет, а она кричит. Чего ты кричишь? Павел только там находится, а без и кричать. Почему? Потому что там идет муж Божий, муж веры, на котором знание Слова Божьего и помазание Сына Божьего. Аминь. Этих сегодня проповедников, служителей, боится ад. Он боится. Он в движении, но он не в движении от бакалавров. Он не в движении от знатных. Он не в движении от того, насколько я знаю и насколько я почет имею, но он знает только то, насколько этот Сынный Дождь присутствует в Богах живого. Аминь. Насколько там помазание силы и власть, не эмоции, но реальности силы Духа Святого. Бог не нуждается в эмоциях, он нуждается в реальном действовании движения потока благодати Божьей. Поэтому нуждается Бог. Бог хочет, чтобы в церкви была готова, движима, а не так, о, мы пришли в служение, поплакали, порадовались, казалось бы, хорошо, вышли за дверь этого дома, ничего. Братья и сестры, эмоции. Когда ты присутствие Божьим и будешь радоваться Богу и все. Это радость, она изнутри. Это ликование, торжество изнутри, победа, радость, слабословие, благодарение Богу. И там, где во Христе, во Христе и изнутри, там не будет ничего васяного. Все могу, укрепляющий меня, Иисусе Христе, для меня жизнь Христос, а смерть преобладение. Теперь Павел не стал Павелом, а стал Христос. Вот я сила. Вот почему мы сегодня говорим, движения нету, радости нету. Давайте вникнем, какое благоухание вносим мы. Какое благоухание распространяем мы по знанию о Нем. Он говорит, благоухание познания о себе, о Боге, о Иисусе Христе, какое мы вносим. Ибо мы, благоухание Христову Богу, спасаем их и погибающим. Братья и сестры, это не проповедовало было на площади какой-то, как нас там в Союз называют, там были площадя и революции театральные, и дома в дворцах культуры. Мы, да, проповедовали, говорили, не об этом говорил Господь сейчас, но там Павел предупреждал, и Господь через Павел говорит, спасаем их и погибающим. Мы говорим за стенами этого дома, это погибающим, но здесь спасаем их. Именно здесь и спасаем их, и погибающим. Здесь, здесь и спасаем их, и погибающим. И не думайте, что Павел был где-то в дикарях, или где-то в каких-то дебрах, лесах, в тайге, что он говорил, боролся я со зверами. Павел нашел звера в церкви. Павел, это те, которые носят не благоухание Христова, и там, где благоухание Христова, до них смерть. Они кричат, им непонятно, они не принимают, они не хотят. О, они хотят, чтобы было так и проповеди, и пророчество, и видение, так, как им разум понимает. И не больше. Это религия, это закон, это мертвость. Там, где нет жизни Божьей, там нет присутствия Сына Божьего, там все берется в руки. Человек, я приду к этому моменту, и я подчеркну это. Я не знаю почему, но я не готовился, и я не думал, что я буду у вас и нуждаться в том, что, Господи, что там, чтобы мне заранее подготовить, или нуждаться у Бога, что, какую тему говорить в Филадельфии. Господь давал мне эти темы, еще поездка туда, когда мы ехали на Клахому, и там дальше в Штаты эти. И знаете, когда он давал довольно интересные темы, он говорит, я буду давать темы от бития до откровения. И когда ангел объяснял, и знаете, я вам покажу, я не буду вам читать, потому что у меня даже время не станет всю эту тему разложить. Вот как я успевал записывать. Я хватал эти моменты, чтобы он мне записывал не для вас, для себя. Для себя. Он мне сказал, проповедник, пастырь, должен знать. Слово Божие, оно живо и действенно, оно наставляет, обличает, так? И не бери, говорит ты, как проповедник или как служитель, то, что ты проповедник вам, вам, себе сначала. Пропусти ту проповедь, тему, которую ты получил через себя. А тогда ты можешь простоять день и ночь на коленях, видя себя, а тогда получишь помызание Духа Святого. А не видишь и будешь вас окричать. Вы грешники, вы не спасенные, через вас нет благодати, через себя вас нет. Потому что ты не в присутствии Божьем. Ты должен первый быть в присутствии Божьем. Чтобы ты не говорил о Христе, а был Бог Христе. И тогда Бог будет делать. Это важно. Это важно. И вы знаете, вот это место, что я вам читал, я не смогу, мне время не достанет, чтобы идти дальше. Это место коронавиона, оно очень важно. И я знаю, что очень нужно сегодня для нас. Но я бы хотел, чтобы именно начать с этого, что мы должны нести этот запах одних, для одних. Он смертоносный на смерть, для других живительной жизни. Знаете, это не просто так. Когда начинаешь говорить слово от Господа, или куда идет пророческое слово, или куда говорить день и проповедь, и так смотришь, очень хорошо видно. Те, которые привязаны, я вчера вечером говорил, привязаны к дереву познания добра и зла, сидят под этим деревом, питаются. И когда идет голос Божий, они кричат. Это не истинное откровение, это не истинное видение, это не истинное проповедь, это не истинное пророчество. Для них смерть. Запах. Для них смерть. А для других живительный на жизни. Живительный. Да, живительный. Они не хотят этого слушать, это не по них понятию, это не по них сердцу, это не для них. Они не хотят этого. А Господь говорит, для одних запах на смерть, а для других живительный на жизнь, потому что есть церкви для жизни и для смерти. Но Бог не хочет смерти грешника никакого. Жизнь спаси. Я возвращаюсь к месту священного Писания, потому что я сам первый читал Луки. С ним шло множество народа. Почему я начался с коринфян? Потому что это и есть наша жизнь. Я подлечу к тому, что почему Христозий сказал, что если и при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Кто не возненавидит свою жизнь? Как? О чем ты говоришь? Ну, если бы это сказал Вася, выдумал, вы бы меня побили ко мне. Но это сказал Христос, что ты, Вася, должен возненавидеть свою жизнь тогда, как я смогу тебя взять. А как? Не искать своего. И я начну опять. Я возвращаюсь к битию. Мы пойдем оттуда и посмотрим, что такое искать своего. Мы возьмем это местописание, где Господь показывает именно этот момент. Я вчера вечером напоминал один момент Священного Писания. Я вас чуть-чуть напомню этот момент. И знаете, когда Бог сотворил человека по образу и подобию своему образу, Божьему образу своему. И знаете, Он сотворил. Но я очень-очень это хорошо, как, ну, увидел, как Он показал, говорит, ты знаешь, что случается с народом? Бог сказал Адаму и Еве на седьмой день, почил, чтобы они были почил. То есть, они были в присутствии Божьих. Он сказал им. И мы часто слышим, я часто вспоминаю одного брата, который тяжело работал на поле. И когда я проходил мимо, я с ним поприветствовался, он употевший. И он сказал там недовольствие слова на Еву, что так трудно приходится работать из-за Евы. Ева виновна. Минуточку, не Ева. Бог говорит, Вася, обрати внимание. Обрати внимание. Бог создал человека и сказал, нехорошо быть человеку одному. Сначала Бог сотворил, из ничего сотворил, а с чего-то создает. Заметьте. И Господь дал ему жену и сказал, «Клость от плоти моей, кость от коси моих. Двое одно». Мы сейчас возвращаемся к чему? К тому, что почему у нас нет благоухания Христова. И Господь рассмотрит, Он внимательно смотрит, оставив Адама и Еву. Они знали, что Он приходит с ними беседовать, рассуждали. Они были в общении с Ним. Но в один день, в одно прекрасное время, Господь приходит и не находит там ни Еве, ни Адама. И Он назвал, «Ева, где ты? Адам, где ты?» Почему? Бог дал авторитет Адаму. Бог дал силу, Бог дал власть назвать зверей, назвать рыб, назвать птиц. Он дал эту власть Адаму. И дал ему друга жену, твое, одна плоть. Адам, где ты был, что ты сегодня лжешь мне? Жена, которую ты мне дал, она меня искусила? Нет, Адам, не она виновна. Почему ты с ней не един? Почему ты оказался не там, где Ева? И Ева смогла пойти, говорить с изменением, где был ты, Адам? Мужья, проповедники, служители, часто мы в ними говорим, о, эти наши жены, глави семейств, постеря домашних церквей, если вы присутствуете Божьим и вы носите благоухание Христова, ваши жены, ваши дети будут смотреть на вас, видят отображение славы Божьей и благоухание Христова будет распространяться на семью, на дом и на церковь. Аминь! Это Бог, и Он сегодня смотрит. О, это Ева, не Ева, а ты, Адам, виновен! Ты, Адам, виновен! Ты отступил! Ты не ушел с того места, где оставил тебя Господь! Ты ушел от присутствия Бога живого! Ты ушел с дня покоя Божьего! Ты был занят своими делами, особенной! Тебе некогда было заниматься сейой! Некогда! Тебе некогда было помолиться! Тебе некогда было посмотреть жене в глаза и видеть там боль, тяжесть за братью, вместе с тат на колени. Не было времени! Не было! Бог говорит, «Адам!» Но я сегодня это коснулся просто другой темы. Я хочу перейти к теме той, которую Бог сегодня дал сказать здесь, в этой церкви. Эта церковь Христова. И почему я сказал о Адаме и Еве? Седьмой день покоя. И Господь говорит, первое пятие, мы читаем первой главе, что Бог сотворил землю. Вы знаете, Бог сотворил, этот ростик, мы читаем, что земля была безвидна и пуста. Чьма и бездна там было на земле. Мы читаем, ребята, творение. Это творение, создание Божие. И я так понимал, и Господь говорит, нет, это еще не все. Бог создал землю в полной красоте, в полном величии. С красивыми садами, с зелеными травами, красивыми реками и озерами. Бог сотворил землю, для того, чтобы там поселить человека. Но возгордился, с денется сын Зари, и брошен был на землю. И вот так он изорудовал землю. Беду первым и вторым стихом, этот промежуток времени. Что он сделал с прекрасной земли? Земля стала безвидна и пуста. Бог говорит так и человек. Когда он присутствует Божий, он творение Божие, он слава Божия, он отображает славу Божию, величие Божие, благоухание Христово. Но когда он уходит от присутствия Божия, там тьма, там бизоня, там пустота, там зло. Он изорудует. И второй стих, это реставрация земли. Бог показывает, говорит, сколько раз было с этой землей. На последнее реставрация, которое было и есть сейчас, этот пришел на землю, реставрировал творение Божие, Сын Божий Христос, который дьявол сегодня изорудовал эти лица, это красивое творение Божие. Вместо благоухания Христова, смрад, зловоние, злоба, ненависть, вражда, убийство, крылопролитие. Но Сын Божий пришел сделать это. Пришел восстановить. Пришел восстановить. И он говорит, Господь, когда человек в присутствии Божьим, находится в присутствии в Божьем дне покоя Божьего, он отображает эту славу и благоухание Христова распространяет. Христос о себе через нас. Когда мы уходим, мы носим другое. И Господь говорит, заметь, что в один день был сотворен человек и животный, мир. И вот когда человек уходит с присутствия Божьего, он стоит как животный, бесчувственен, нелюбим, нетерпелив, невоздержан, ненавистен, желающий мести, добиться своего, доказать свое и стоять на своем, как животное. Это человек, который отступил от Бога, ушел от присутствия Божьего. Он встает как животное. Это битие, но это моя жизнь и ваша жизнь. Я когда это услышал, когда получил, я плакал, Господи, о, сколько раз, сколько раз я видел это, сколько раз был не там у дерева жизни. Отступал от присутствия то его. И говорю, братья и сестры, помолитесь, у меня характер, у меня нервы, у меня терпение не достает. Да не терпение, не характер. Там нет присутствия Сына Божьего, там нет Бога внутри. Аминь. Об этом нужно каяться. Там нет Духа Святого, там нет Царства Божьего внутри. Об этом нужно быть тревогом, об этом нужно говорить Богу, об этом нужно говорить. И наконец-таки я пришел к началу темы «Время неумолимого летит». Десятая глава «Вития». Если дать Бог сегодня вечером, мы думаем, если Бог позволит быть церкви брата Володи Зушной, я буду говорить темы, которую чуть-чуть коснулся сейчас. Я думаю, если Бог даст. Я читаю десятая глава «Вития». Я возьму восьмой стих ниже. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверлов перед Господом. «Потому и говорится сильный зверлов как Немрод перед Господом». Царство его начало в начале составляли Вавилон, Ре, Акад, Ихалне в земле Синнам. Мои те, сёстры, я здесь зачитал о сильном человеке, который сильный зверлов. Вавилонов. Вы знаете, сегодня этот зверлов силен по настоящий день. Силен. Я не о нем сегодня буду говорить. И царство его начало в начале составляли. Царство его составляли. Какие города? Я возьму один. Вавилон. Вы знаете, город Вавилон, он был размером 25 на 25 километров. Город Вавилон, это был красивый город. И сам город Вавилон, это были ворота Божьи. Это был святой город. Многие говорят, что Вавилон, одни говорят, Америка, Москва, пишут книги о этом Вавилон, о этой блуднице. Братья и сестры, не заблуждайтесь. не заблуждайтесь Вавилон в церквах. Не в странах, а в церквах. Вавилон, это был исторический город и место, ръебух, и заметят, что в этом городе, что там было? Вот там был один язык. О, я думаю, когда я читал это, но читаю внимательно. И на всей земле, 11 глава, был один язык. На всей земле одно наречие. И в Вавилоне был тоже один язык. Ну, мы можем понять, что этот язык был один, как мы понимаем, или английский, или русский, или там украинский, молдавский, и так далее. Язык власти. Сначала был один язык, где был Бог Божий, мира, любви. Но когда отступили от Бога, стал язык власти. И вы знаете, что этот язык приел власти? Ну, что, мы живем в городе, который называется прекрасный город, и в этом городе они что? Они начали смотреть, что люди жили из калилица Божия. Да, они служили Богу. Они служили Богу. Но они не были с Богом. Они исповедовали Бога, но они не были с Богом. Я говорю, Господи, для чего ты хочешь этого? Почему ты хочешь, что ты хочешь этим сказать нам сегодня? На что способен человек, когда отступает от Бога, строить без Бога своим умом и своей властью? Мы разрушим все Божье, построим свое. Но Бог, тоже Бог. Бог в этом не нуждается. Бог нуждается сегодня в строении так, как хочет Бог. И знаете, они настолько, я чуть-чуть коснусь, потому что время моего очень бежит, они строили, и они строили, и знаете, что башню тоже для Бога. Назвать ее ворота к Богу. Название Бога. Построить, что мы тоже хотим к Богу. Мы хотим, мы построим, мы будем строить. И вот здесь они начали строить с кирпичей, смолы, с соломой, и далее делать начали они строение. И что? И туда пришел Господь посмотреть. Что же вы строите? Бог говорит, сегодня много я вижу церквей, красивых, роскошных, большими залами, как ватерьями, с залами, приема гостей и так дальше. Большими органами мы построили к Богу, но меня там нет. Я приду посмотреть, но никакой размер церкви, и никак она устроена, сколько там уложено деньги, но я приду посмотреть, как там действует Дух Святой. Я приду на это обратить внимание, я не приду посмотреть, какая там величие, какая там язык силы, власти, найду посмотреть, какая там власть Божия, Духа Святого. Я приду это проверить, я приду это проверить, посмотреть, я приду это узнать. Не как ты построил, Вася, и что ты сделал? Что ты сделал? О, я попал! Попал! И знаете, как он мне показал, я каялся, я понял, что это была моя большая ошибка, когда я потерял общение, тогда, в тот момент, с Богом, и люди тоже стараются. Почему потерялся? Я сказал, я скажу, дальше. И знаете, что, я закончу этой башней, потому что времени нет, к сожалению, я не могу ей больше объяснить, я хочу главного коснуться. И эта башня не была построена, и там были смешаны языки. Бог говорит сегодня, когда я вижу это строение, неугодное мне, я его не благословляю. И поэтому там не понимают друг друга, кто на каком языке говорит. Там нет Господа. Они не понимают действий Духа Святого, не понимают благодати Божьей, они не понимают проповедений, они не понимают, почему. Они отступили от Бога живого. Они начали строить свое, показать Богу свое строение, на что они способны. На что они способны, и что они способны для Бога. И все строили. Для Бога строили. Бог говорит, не для меня. Для меня нужно одно, кроткое, смиренное сердце, податливое, доверчивое сердце, где я буду строить. Не ты, Вася, будешь строить, я. И я создам церкви, и врата ада не одолеют, аминь. Я буду строить. Они не одолеют. А если ты будешь строить, то одолеют и тебя, и церковь. Одолеют. Я возвращусь, да не возвращусь, а пойду дальше. Минае. И знаете, когда Господь сошел посмотреть, Он увидел смешание этих языков. Я, к сожалению, не могу объяснить. Более подробно отдать то, что Бог показал за эти языки. Почему смешал? Что дальше? Не хочу главных. Мы-то дальше читаем уже в этой же одиннадцатой главе и двенадцатой главе. Мы будем бегло проходить, я, кстати, читать уже не буду, времени нет. Я буду напоминать, и будете читать, если у вас в Библии, или будете сейчас дома, ведь я одиннадцатая глава, тридцать первый стих. И взял пара Авраама, сына своего, и лота, сына Авраамова, внука своего, и сару невестку, свою жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Зурахалдейского, чтобы идти в землю Хана Анскую. Они остановились там. И было дней жизни в Фарии двести пять лет, и умер Фара в Харане. Проте сёстры, если бы не было Авраама, не было бы Израиля, не было бы Иерусалима, если бы не было Авраама. Бог предусмотрел этого мужа, но было там, что, почему я зачитал, что за возненавидит родители. Я читаю это место священно-описание Фара Авраам, а Бог говорит Авраам, муж Божий, а Фара отец. И он посоветовал Аврааму остановиться в Харане, когда Бог сказал идти Хана. Послушался, за то, что ты послушался отца, который помешал делу Божьему, я взял и тебе больно, я заберется, чтобы он больше не мешал пламе Божьему. Часто мы видим смерть и непонятно для нас, так и хороший брат, проповедник, служитель не стал. О, медленный, Бог забрал. Иногда Бог просто убирает, чтобы не мешали Деву Божьему. Чтобы не мешали Деву Божьему. Бог Фару забрал, чтобы он не мешал Авраама. Бог его забрал, потому что он сделал остановку. Он сказал, он посоветовал своему сыну, сделаем, Ханаам далеко, давай остановимся в Харане. Нет, Бог не говорил этого, Бог сказал, и Бог говорит, Авраам, мне нужен ты, чтобы ты слушался голоса моего, и чтобы тобой люди не командовали и не вели тебя не толками, а Господь и Дух Святой. Аминь. Но если тобой будет управлять люди, ты в Ханаам не зайдешь и в Ханаам людей не доведешь. Не доведешь, потому что меня говорят. Ты хочешь быть послушным, но, папа, уважение, Бог говорит, возненавидеть. Вот почему возненавидеть. Не потому, что Бог не учит, чтобы ненавидеть наших пап и мам. Нет, не этому ведет. Но когда этот муж Божий благословляет своего сына, свою дочь на дело Божие, и когда он мешает делу Божьему, когда не дает это для больших разниц, ты должен знать, кого слушать, папу или Бога. Кого слушать больше. Здесь он ослушался и потерпел. Дальше мы видим, что Господь сказал Аврааму, выйди, выйди из родства, выйди из земли твоей от родства, заметься, выйди от земли уже и от родства, чтобы тебе родство не действовало на тебя. Ну, возьму одно оптимение. Взял. И взял, опять-таки взял. И мы дальше смотрим, что время шло, время проходило, и этот племянник говорит дяде своему, Бог не говорил Аврааму, брат, Бог. Бог сказал, выйди от родства своего. Выйди. Я знаю, кого взять, я скажу тебе, кого взять, кого бери. Как важно знать голос Божий. Как важно слушать голос Божий. Как важно повиноваться голосу Божьему. Как важно быть подчинен голосу Божьего. Вот почему мы часто теряем на пути, когда мы не слушаем голоса Божьего. Мы стираем сыновей, дочерей, мужей, мы стираем детей, мы стираем мужей, мы стираем жен, мы стираем благословения, мы стираем мир с Богом, мы стираем общение с живым Богом, мы стираем радость, мы стираем тужества, потому что мы остановились по пути, как и шли в Ханаан, зашли в Египет. Египет – не наше место. Египет – не наше жительство. Наше жительство – Ханаан, Новый Иерусалим. Абретарная земля, аминь, там у белого престола. Там сказал Бог, идите, я иду впереди. Я веду церковь свою, я веду голубицу свою. Я проведу, аминь. Веришь? Бог проведет. Значит, ты смотришь подобно так, как Авраам посмотрел, когда он голодный зашел. Мы терпим. Мы терпим поражение. Братья и сестры, я хочу сегодня, чтобы мы сегодня вспомнили Господь. Сегодня я обращаюсь к Тебе. Я хочу вспомнить этот момент. Авраам. Бог сказал Аврааму, слушайся и делай то, что я хочу. Делай то. Ты нужен мне. Ты проведешь народ. Ты доведешь народ. И от семьи Твоего я дам благословение. Дам и благословлю. Посмотрите, последнее, я буду заканчивать, у меня осталось только пять минут. Я буду заканчивать. И последнее, что Авраам сделал, ослушался опять Бога. Ведь Бог сказал ясно, Авраам, благословлю семья Твоего, потомство Твое. Дам Твоему потомству. Твоему дам, дам. Но здесь нету, и жена уже, и он в годах нету. Мало того, с чем он вышел из Египта? Он вышел, как можно сказать, униженный. Чем? Тем предлицем Божем, что он ослушался Бога. Но египетский царь не лишил благословения своего. Я дам Тебе, Твоей жене, служанку подарю. Замесел египетского царя очень бы надалеко брошен. Он знал, что эта красивая служанка понравится Твоей жене и Тебе. И я знаю, для того, чтобы это произошло, как сегодня брат Николай сказал, молиться о Израиле. Вот откуда идет начало этой беды. Вот откуда, что Авраам отступил от Бога. Авраам ослушался Бога. Авраам не послушал Бога. И этот царь египетский, он сказал, возьми ее. А дальше жена скажет тебе, возьми ее. И ради сына. Потому что Бог же сказал, чего-то медведь. 75 лет ждал Авраам, когда Бог стал ему говорить и сказал, как идти. 75 лет ожидал Авраам, когда Бог сказал ему, иди. Братья и сестры, порой нам приходится можно долго ждать. Я не говорю, что 75 лет. Я не говорю, что можно тебя ждать долго, пока скажет тебе Бог. Но, может, он ни разу же говорил тебе, но слышал ли ты, что говорил Бог тебе идти? И куда идти, и что делать? А что ты делаешь? Как ты поступаешь? Куда ты идешь? Друг дорогой, может, вместо этого Ханана ты зашел в Египет, а теперь плачет. Господи, спаси моих детей. Господи, почему сегодня в циклах столько разводов? Почему сегодня столько беды? Столько горя? Столько падений? Почему в Египет зашли? Жить захотелось. Жить. Жить захотелось. Познать Египта. Нам нужно Египта. Бог сказал, что у вас путь узок и тернист. Нет. Египта ты видишь с египетским благословением. Я дам тебе служанку. Я не имею времени сейчас опять вам сказать о Египте и как вышло с чем оттуда подробно. Авраам, я только скажу, что вот, возьми же эту служанку и пусть будет сын. Авраам, что ты делаешь? Ведь Бог сказал, я дам тебе. Не бери сам. Авраам, жена, это тот самый твой отец. Фома, который сказал тебе, не бери эту служанку. Не от служанки потомство должно быть. Нет. Но от средств твоих и от цари. Оттуда благословение. Мама, папа, мой дьявол покажи, что твои дети не Божии. Не вер дьяволу. От средств твоих благословение Божие. Авраам, он благословит. Может быть, очень далеко. Я в заключении хочу сказать, что когда одной из церквей во время этой поездки я видел служение, где невозможно было остановить. И когда к концу служения вышли сюда, берет покаяние, а дальше исповедь. Но вы знаете, не об этом буду говорить, но о одном человеке, который пришел на исповедание. И когда он говорит, я стоял под дверью, я слышал, как мой младший брат исповедовался. И я упа приложил к двери, чтобы мне внимательно слушать. Но моя цель была с тобой рассчитаться, чтобы ты больше никому не мешал. Я имел это, он показывал, с чем он пришел, чтобы прекратить мою жизнь. Но Бог сделал другое. Он воскресил его в жизни. Аллилуйя. И когда он зашел, я вывел эти слезы на очах бежать ручьем. И он говорит, положи руку на сердце. Я положил свою руку на его сердце. А много кто петуха бьется, стучит, стучит так сильно, сильно. Он говорит, знаешь, почему? Я его нанесла, и он стал рассказывать. Он говорит, я человек из семьи христианской. Я приняв животное духовное крещение, я отступил от Бога. Первый раз, когда я включил рок-музыку, во мне вошел дьявол. И я больше не мог справиться с собою. Я больше не мог ничего сделать. Я, говорит, слышал, как моя мама в плаку наболилась. Я дошел до того, что я сел на иглу. И я очень хорошо сел. Я освободиться от этой иглы наркотика уже не могу. Я все проколол, я все, у меня больше смысла цели жизни нет. И я решил убить тебя и на этом покончить с собою. Потому что я знал, что ты многим мешаешь. Я слышал, я хотел это сделать. Но, говорит, когда я подошел, Дух Святой коснулся моего сердца. И я услышал, как дьявол говорил в моем брате, и как он находил. И в этот момент Бог перевернул его. Он говорит, у меня были такие поривы в моей жизни, что я хотел прийти, я проходил в дом. Я заходил из цели. Я обниму сейчас мамочку свою, которая уже сколько лет молится, постится. Я видел, как папа и мама ни одну ножку не спали, стояли на коленях. Они молились там за нас и за меня наибольшее. Потому что я был самый окаянный и самый последний. Надежды на исправление этого человека не было. Не было. И он говорит, когда я хотел идти, я говорю, вот сейчас приду. Я обниму и скажу, мама, прости меня, мамочка моя, любимая моя, я люблю тебя. Я люблю тебя. Но, увы, не доходя три метра до мамы, во мне внутри все проворачивалось. Я ненавидел, мне хотелось не взять и стянку разбить ее голову. Мне хотелось сделать наибольшее зло, чтобы она мне не мешала. Мне хотелось уйти из дома, не видеть от шеи родителей и не слышать их молитв. Это делалось со мною. Но я благодарю Бога, что Бог освободил меня. Братья и сестры, это говорит то, когда мы заходим в Египет. Мы получаем такое благословение в Египте. Мы теряем, но я хочу сказать, не опускай все руки. Не сдавайтесь мамой, ваши молитвы сырили. Бог есть воскресенье и жизнь. В Него ключа до смерти. Не в дебра, но в Сына Божьего. Аминь. Он силен воскрестить. Мать разложенного греха, гнующийся. Враг говорит, что уже ты долго ждешь ответа. Но он мне Господь говорит, помощь придет от Господа Бога с тобой. Аминь. 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 Сегодня Бог будет благословить. Сегодня будет сказать тебе и своему сердцу. Мир тебе и Богу твоему Аминь. Мир сердцу, мир дому. Мое время окончилось. Склоним колени, будем молить. Наше время окончилось. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok